Доброе утро, дорогие друзья! Мы сейчас проснулись, вернее, я проснулась. Открываем шторы, начинаем наш новый день, и нужно будить солнышко. Вот это вот солнышко сейчас будем будить. Никита, Никиточка, Никита Сергеевич, просыпайтесь, нам нужно снимать контент. У нас все люди спрашивают, сколько же стоит месяц жизни в Ничанге? Уже все давно просили тебя снять ролик, а ты все никак его не снимешь. Просыпайся, просыпайся, вставай. Ролик снимать. Какой? Ролик снимать. Сколько стоит месяц жизни в Ничанге? Сколько стоит месяц жизни в Ничанге? Очень много. Давайте, давайте, знаете, как сделаем так. Я сейчас проснусь, и мы сразу начнем считать, сколько же мы денег потратили за два месяца путешествий в Ничангу. Нормально же? Угу. Все. Я просыпаюсь, а мы считаем. Ам-ам-ам. Раз, два, три. Тема жилья. Вот мы, например, с Ларисой снимаем классные апартаменты в центре Ничанга, в центре города, всего за 300 долларов. Плюс отдельно оплачиваются коммунальные услуги. В прошлом месяце мы с Ларой оплатили 70 долларов за свет и воду. Это, конечно, много. Но мы с Ларой из-за того, что постоянно находимся, постоянно работаем дома, заплатили такую большую сумму. В среднем это от 50 долларов в месяц. Вот наше жилье. Это достаточно небольшие апартаменты, но самое главное и необходимое для жизни здесь есть. Включаем микроволновку, кухню, холодильник и, самое главное, бойлер для воды. Небольшой шкаф, зеркало, кровать. Вот моя любимая жена Ларочка. Что самое главное для меня, что здесь есть телевизор. Можно посмотреть Netflix, YouTube. Ну и, конечно же, конечно же, потрясающий вид на город. Вот. Напоминаю, что мы с Ларочкой живем прямо в центре Ничанга. До пляжа нам идти, ну, примерно 7-6 минут. Вот такие вот тут вот апартаменты. Вон там вот кофейник, в котором мы ходим. Жилье максимально того стоит. А самый главный плюс этого места заключается в том, что мы оставили минимальный залог. Потому что во Вьетнаме, кто не знает, залог всегда при аренде жилья стопроцентный. Если вы снимаете жилье за 300 долларов, то будьте любезны оплатить залог 300 долларов. В этом же случае мы заплатили всего 4% от стоимости. Ну, примерно мы оставили 40 долларов за наше жилье. Даже не важно, что у меня там с матикоматикой проблемы. Может быть, процентов неправильно. Но самое главное, что мы оставили всего 40 долларов за аренду этого жилья. Есть варианты гораздо дешевле. Несмотря на то, что мы с Ларой снимаем жилье в центре Ничанга за 300 долларов. Есть классный вариант, который мы нашли. За 150 долларов квартира, которая расположена буквально в 5 минутах ходьбы от океана. Всего лишь за 150 долларов. Об этом мы рассказывали в прошлом видео, где показывали жилье, которое находится на второй линии. Буквально в 3 минутах ходьбы от пляжа. Всего за 150 долларов. Так что смотрите предыдущие видео. Там я показал и рассказал, отметил локацию. Оставил контакты Овнера, который сдает жилье за 150 долларов. Это классная квартира в центре Ничанга, буквально в 3, ну ладно, в 5 минутах ходьбы от Южно-Китайского моря. Золотая чаша, золотая, наполняет ароматом чая. Так я понимаю, что у вас только кофе, это не важно. Я хоть и про чай спел, но на самом деле во Вьетнаме, знаете, вот мы с Ларочкой приехали во Вьетнам. И здесь очень много всяких кофей, буквально каждые 2 метра. Поэтому, если вы не любитель кофе, вот, например, как я был до того, как приехал во Вьетнам, к сожалению, вы полюбите кофе. Хоть это было начало про чаю, но это было для того, чтобы удержать ваше внимание, как бы. Мы с Ларочкой приехали во Вьетнам и стараемся, ну, конечно, по минимуму пить кофе, потому что ничего хорошего для здоровья в этом нет. Но периодически, когда мы проводим прямые эфиры 2 раза в неделю, мы всегда стабильно приходим в кофейню, где покупаем вкуснейший кофе. В среднем вот такой вот вкусный вьетнамский кофе обойдется вам в 125 рублей на человека. Ну, это в среднем. Ларочка заказала себе вот такой вот соленый вьетнамский кофе. Сейчас мы его дело так вот размешаем. Здесь такая пенка. Ларочка, можно, тебе сегодня можно вообще. Давай, пробуй, расскажи, как тебе на вкус. Очень вкусно. Мой любимый кофе. Вообще, Дороти, это, наверное, моя любимая такая кофейня. Мне здесь нравится атмосфера такая нежная, приятная. Тут такое спокойствие царит. В общем, такое место классное. Как от сердца отрываю, оставим обязательно вам локацию двух наших любимых кофейн. Вот, Никита, тебе какая любимая? Я предпочитаю больше кофейню СССР. Она находится рядом. Ларочка правильно сказала, что локацию мы оставим в описании. Ларочке больше нежные такие кофе не нравятся. А СССР там строго, сердитый и со вкусом для мужчин. Да, так что отрываем от сердца наши две любимые кофейни. Оставляем локацию в описании. Обязательно приходите, пробуйте, наслаждайтесь атмосферой вьетнамским традиционным кофе. Ну и не только. Так что приходите. Ой, нас теперь прожают. Бай-бай. Бай-бай. Нам какой-то подарок дают. Это за мою песню. Это моя сон. Спасибо. Спасибо. Вот иногда стоит буквально запеть и вот получить очень приятный подарок. Ребята, представляете, я как раз хотела пирожные, нас угостили. Это так мило. Ура. Это моя любимая. По-моему, Су называется. Многие спрашивают, Никита и Лара, а сколько стоит арендовать классный скутер, либо может быть мужской мотоцикл в Нячанге? Мы с Ларисой совсем недавно хотели снять в аренду классный байк, чтобы отправиться путешествовать по Нячангу, но, как выяснилось, у большинства людей, кто сдаёт вот такие вот байки, в данном случае это мотоцикл, аренда стоит от 10 до 12 долларов в сутки, но есть большое но. В залог вы обязательно должны будете оставить 300 долларов, либо же свой загранпаспорт, и вдобавок ко всему этому у вас будет ограниченный километраж. В день вы можете проехать не больше 100 километров, иначе вам придётся доплачивать. Скутеры бывают максимально разные, разных размеров, разных моделей, Ямахи, Сузуки, Хонда. Ларочка, вот что ты больше предпочитаешь, Ямаха, Сузуки или Хонда? Ямаха. Но на самом деле нам эти условия, конечно, вообще не подошли, поэтому слишком, знаете, слишком рискованно оставлять и паспорт, и залог, плюс 100 километров в день, как-то чересчур много условий, и всё слишком сложно, поэтому здесь имейте в виду, если вам нужен байк, здесь, конечно, гораздо проще будет его купить, потому что мы узнали, что всего лишь 300 долларов, да, минимум стоит байк, то есть, ну, эта сумма вообще небольшая, то есть за 300 долларов вы можете себе взять какой-нибудь скутер, и чем выше сумма, тем лучше, конечно, он будет. Да, он будет, может быть, не в самом лучшем состоянии, но прежде чем оставлять залог 300 долларов, я считаю, выгоднее купить скутер. А, кстати, есть ещё минус один. Вот, например, мы недавно ездили в Мизоран в Лаос в прошлом ролике, кто хочет, посмотрите обязательно, на скутере не получится поехать в Лаос, потому что прям люди пишут, если вы едете там в Лаос, то ни одна модель для этого не подходит, почему так непонятно, а если ездить, например, в Даланг, Дананг, тоже не все модели сдаются, я так понимаю, они отслеживают ваше местоположение, что тоже как-то странно. Скорее всего, у них расположен GPS-трекер, GPS... GPS-трекер, который отслеживает ваше местоположение. Скорее всего, у них вложено в каждый скутер GPS-трекер, который будет отслеживать ваше местоположение, а это потому, что в Ничанге на самом деле очень часто воруют вашу мототехнику. Но если вдруг вы решили купить себе новый классный скутер, то цена в среднем варьируется от 18 миллионов донг, это 60 с половиной тысяч рублей. За такую стоимость вы получаете вот такие вот новые классные вьетнамские. Самое главное, что это вьетнамский отечественный производитель. Очень классный скутер, они бывают разных ценовых диапазонов. Есть вот такой вот, смотрите, более крутой за 63 миллиона донг 125 кубиков. Есть такие желтенькие, но есть разные, разные. Но самое главное, что цена варьируется от 60 тысяч рублей. Это я к чему рассказываю? К тому, что залог вы оставите при аренде 300 долларов, да? Это, чтобы вы понимали, вы берете в аренду. Можно за 300 баксов купить подержанный скутер, а можно за 60 тысяч рублей купить новый классный вот такой вот вьетнамский скутер. Ларочка, какой тебе больше всего нравится? Может быть, он не такой мощный, конечно, будет, да? Точно такой же. Это, кстати, он электрический. Они разные. В основном, да, здесь, смотрите, видите, вьетнамские, они электрические. Это, кстати, ношенство какое-то. Прям вау, прям вау. Да, я не знаю, какой мне нравится, я не разбираюсь, но... Это, кстати, обычный торговый центр, вот здесь Винмарт. Все знают, кто приезжает во Вьетнам. Магазин Винмарт, лот, и мы, кстати, чуть позже покажем цены на продукты. Вот, то есть в обычном торговый центре стоят байки. Я не знаю, кто здесь покупает, но за то 60 тысяч рублей. Самое главное, самое главное, что при покупке вот этих вот байков без посредника, то есть без вьетнамца вы сможете оформить байк на себя. Для себя, это очень важно. Даже по туристической визе, которая дается вам на 45 дней. Информация про визы. Мы с Ларисой залетели в Ничанг по штампу на 45 дней с дальнейшим продлением. Недавно мы с Ларой ездили на визаран в Лаос, где продлевали нашу визу еще на 45 дней. Продление, как бы, оно бесплатное, но с учетом того, что вы перед тем, как ехать в Лаос, обязательно, ну, как мне кажется, должны снять, купить туры, которые предоставляют наши соотечественники. За двоих мы с Ларочкой отдали 85 долларов. Это чтобы добраться до Лаоса. Можно сэкономить, можно найти гораздо вариант бюджетней. Мы с Ларой ехали на слипербасах. В максимальном комфорте добирались примерно 10 часов. В среднем, если добираться своим ходом на автобусе, у вас дорога займет от 12 до 15 часов. Да, вы можете в 10 раз сэкономить, но за комфорт нужно платить. Есть два варианта, как можно залететь во Вьетнам. Первый вариант, это как раз как мы залетели, 45 дней вам дается штамп бесплатный, ставить паспорт, да. Здесь можно бесплатно находить 45 дней, потом делать себе зарану, либо в Лаос, либо в Камбоджу, либо вылетать куда-то. Ну, это уже на ваш выбор. Можно поставить визу, Е-визу сделать, которая дается на 3 месяца. Это вроде как выгоднее, но решать вам. Она стоит примерно 2500 рублей на 3 месяца, но обязательно нужно делать вылет за границу куда-нибудь, да. Ну, допустим, в Таиланд или в ту же Камбоджу. Ну, многие живут здесь именно бесплатно по штампу 45 дней, как и мы, собственно. Внутри страны Вьетнам вы не сможете оформить трехмесячную Е-визу. Обязательно либо ее оформлять перед тем, как вы в Вьетайе вылетаете во Вьетнам, либо же когда вы летаете куда-нибудь в соседнюю страну. Есть еще резиденция виза. Она стоит примерно 1000 долларов. Она нужна для тех людей, которые здесь будут работать. Здесь можно устроиться официально. Это может быть какая-то наша отечественная контора, типа какого-нибудь салона красоты, либо может быть ресторана. И официально здесь трудоустраиваться и год жить безвыездно. Кто не привык к Азии, я вам скажу так. Мы с Ларочкой путешествовали и в Индии были больше года, да, путешествовали, три раза ездили и на Шри-Ланке были. Ну, в Ничанге относительно чисто, но правда вот существуют всякие вот такие вот моменты, да. И, знаете, запахи здесь, они не такие ароматные, как в той же самой Индии. Но это не проблема, потому что здесь, в Ничанге, каждый вечер есть уборщики, которые весь этот мусор собирают. Ну, я это к чему говорю, что если вы едете в страны Юго-Восточной Азии, то вы должны понимать, что здесь не чисто. И идеального места его, по сути, нет. Везде будут свои нюансы. На самом деле, в Ничанге очень много классных, колоритных мест. Например, вот таких вот, как вот эта улица. Стоило нам буквально с Ларой пройти немножко прямо по главной улочке, и мы попадаем вот в такую вот колоритную, аутентичную улицу. Здесь флажки всякие висят очень красиво. Да, красиво. А вечером здесь все так же светится. Можно заходить там массажу, не массажу. К слову говоря, о массаже. Смотрите, сколько в среднем стоит массаж. How much food massage? How much food massage? Вот здесь, смотрите. Смотрите, ценники. Food massage в среднем будет стоить от 250 тысяч тонн. А здесь он тоже на русском, не знаю. О, смотрите, очень удобно. Если у вас, допустим, проблемы с русским, ой, с русским, с английским языком, вы не знаете, стоит не проблема. Специально для вас здесь есть все такие вот таблички на русском языке. Мы с Ларочкой уже были на массаже. Нам очень сильно понравилось. Мы с Ларисой совсем скоро отправляемся в Непал. У нас будет восхождение к подножию Эвереста. Мы с Ларочкой пройдем кольцо Анапур на 200 километров пешком и пойдем прям к подножию, к первому лагерю Эвереста. К самому подножию Эвереста на 5,5 тысяч метров. Я к чему это все говорю? К тому, что в Ничанге очень дешево можно купить относительно классные вещи. Теплые, брендовые вещи. Кто не знает, в Ничанге все вот эти вот брендовые шмотки, которые отправляются по странам СНГ и вообще по всему миру, это все дело шьют в Ничанге. Ну, конкретно во Вьетнаме. Здесь очень много классной обувки. Вот, например, смотрите, здесь есть New Balance, Asics, кроссовки Adidas, Nike и в среднем цена стартует от 750 тысяч донг. Вот 900. Кстати, это дешевле, чем у нас. Если вы сомневаетесь в их оригинальности, я вам скажу так. Оно может быть не совсем оригинальное, но по правде скажу, в Ничанге очень много, в том числе оригинальных вещей. То есть, если вы разбираетесь, то в среднем, я говорю, цена будет там от 750 тысяч донг, там от миллиона плюс-минус, да. Я вот, допустим, Ларочка мне сделала подарок в одном из видео, купила Ванс, это такая олдскульная модель за миллион донг. Это примерно 3,5 тысячи рублей. Также здесь есть всякие панамочки. Смотрите, тут даже вот есть всякие бирочки. Сколько стоят? 240 тысяч донг. Давай померим. Мне просто интересно. Ты же носишь. Ну, теперь я пацан с района, самый настоящий. Точно, что вы думаете? Ты как будто в баню собрался. Покажите. Поэтому мы с Ларой, я говорю, скоро отправляемся в этот, к восхождению к Эвересту, плюс кольцо на пурно пройдем, будем ходить покупать специальную подготовленную одежду. Вот кроссовочки, смотрите, классика. Adidas Sambo, или как оно правильно называется. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Непонятно, но, короче... А, вот смотрите, вот смотрите, пожалуйста. 939 тысяч донг. У меня очень много бывало в жизни такой вот классики. Я вам скажу честно, вот вы не отличите никак реплика это или оригинал. Ну, прям максимально. Это выглядит прям оригинально, очень качественно. Красиво, все прошито, такое все... Смотрите, шов, швы, вот все, смотрите. Все по кашлу. Все построчено, прострочено, ниточки, все хорошо. Вот я бы никогда не понял, что, допустим, это реплика. Хотя я не разбираюсь, но мне кажется, это оригинал, потому что у меня классика была. Поэтому в Нячанге, а в его Вьетнаме однозначно стоит покупать себе одежду, обувку, потому что здесь все дело стоит гораздо выгоднее. Если кто хочет заняться бауэрством, 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 пожалуйста, приезжайте, отправляйте вещи. Кстати, у нас же есть еще прямые эфиры, которые мы проводим в четверг и в воскресенье теперь уже, в 8 вечера. И там с нами поделились очень интересные информации по поводу школ. Там, получается, девушка, которая здесь жила уже довольно долгое время, планирует сюда переезжать. И рассказала, что она будет определять своего ребенка в школу русскоязычную с акцентом на английский язык. И это будет стоить 20 тысяч рублей в месяц. Такая частная русская школа. Я думаю, что для многих, кто путешествует с детьми, будет полезно. Ну, еще есть детские садики. Это все у нас на севере Нячанга. Про север Нячанга у нас тоже ролик был. Вообще у нас про все ролики были. И про достопримечательства, Винклору, остров Орхидей, про рынки, про север Нячанга. Просто как мы живем в Нячанге, все у нас на канале есть. Так что обязательно посмотрите все видео, они будут полезны. С вашего позволения, я на секундочку прерываю это видео. Мы с Ларочкой на эфирах разыгрываем вот такие вот интересные подарочки. У нас с Ларочкой получается мистери бокс. И мы выбираем неизведанные нам предметы, неизвестные, да. И вот на предыдущем стриме Серж выиграл такую вот военную каску, атрибут, который заряжен на позитив. Тут подписано от Богомоловых, от Никиты и Лары. Привет из Вьетнама. И подарочком он получает вот такой вот национальный вьетнамский, ну в данном случае корейский рамен. Поэтому заходите к нам на прямые эфиры. Мы проводим их два раза в неделю по четвергам. И по воскресенью в 8 часов в Москве мы с Ларочкой будем покупать для вас интересные товары. Каска это только начало, то есть, ну это атрибутик, я все-таки в ней видео снимал, она заряжена на позитив. Дальше больше, дальше лучше. В конечном итоге разыграем, может быть, пультевку на Мальдивы, либо же ключи от Феррари. Короче, заходите, четверг и воскресенье, 8 часов в Москве. Но вот эта вот каска и рамен отправляется Сержу в Россию. Вот такие вот пироги. Вот, смотрите, от Богомоловых, от Лары и Никиты. Ну все, продолжайте смотреть дальше про цены из Ничанга. Вьетнамская кухня это как отдельный вид искусства. Во Вьетнаме, помимо фобо, есть очень много разной другой национальной еды. Поэтому мы с Ларой пришли вот в такое вот интересное место, фобошное. Специально для вас выбрали немножко такое тихое, уединенное место, потому что там очень много вьетнамцев, китайцев, корейцев. Они очень шумные, знаете, иногда это аппетит перебивает. Смотрите, как много здесь позиций различных. Это все национальная вьетнамская еда. То есть фобо, банмии это не только, но и многое другое. Поэтому, дорогая моя Ларочка Лариса Ивановна, предлагаю нам прийти сейчас, сесть и заказать вкусную, а самое главное, национальную еду. Вьетнамскую еду. Мы с Ларисой долго думали, что же нам заказать. И наш выбор пал на вот такой вот вьетнамский рамен с овощами и с морепродуктами. Посмотрите, какие здесь крупные вкусные креветочки. Ларочка сказала, что одной порции нам хватит на двоих, потому что порции сытные. Но помимо всего этого, я заказал себе еще лягушку. Поэтому сейчас мы сначала попробуем вот этот вот вьетнамский рамен с морепродуктами, с овощами. А потом я попробую лягушку. Ни разу не пробовал, очень интересно. Также ради колорита я решил заказать себе настоящее вьетнамское пиво. Это пиво, которое производят в городе Сайгон. Ну, собственно, так оно и называется. Ну, пиво, в принципе, вкусное. Хоть и я даже не знаю, чем оценить, потому что я не так уж много пива пью. Просто оно хорошее вьетнамское пиво. Здесь, помимо вот этих вот палочек, которые питаются азиаты, есть еще всякие столовые наши европейские приборы, вилки, ложки. Но давайте заценим, посмотрим, что тут у нас такое. А, еще такой вот соус подается. Вот так можно креветочку макнуть и попробовать. Креветка довольно-таки вкусная. По консистенции довольно-таки, ну, готовая, как сказать. А вообще, вы знали, что раньше в древности креветками кормили бедных людей, рабочих, рабов. И сейчас, со временем, все это дело поменялось. Сейчас креветки где-нибудь в России будут за килограмм, наверное, тысячи... Вот, да, тысячи рублей стоить примерно. Очень вкусно, остренькая такая порция. По соли вообще шикарная, овощи жареные, такие хрустящие. Мне нравится. Хотя они все блюда, которые мы пробовали, меня как-то впечатляли, но именно это прям классно. Мне нравится. Мы с Ларисой, когда впервые вообще приехали в Ничанг, в первый же день пошли в Фукош, ну, и заказали, знаете, всего подряд. Почему мы, собственно, решили сейчас по одной порции все заказывать? Потому что порции большие. И вообще, вьетнамцы, корейцы, китайцы как делают? Они заказывают, допустим, очень много разных блюд, но по одной порции. И получается, раскидывают потом это дело все вот таким вот маленьким тарелкам и наслаждаются этой едой. Здесь такие овощи. Вьетнамцы в целом такие в основном овощи до конца не прожаривают. Они их тушат, вот, чтобы они были по консистенции такие, Ларочка, жесткие. Держи. Ну, нормально. То есть, прям, по десятибалльной шкале, наверное, ставлю восьмерочку. Есть можно. Это, конечно, можно было самим приготовить, потому что это обычный, как бы, доширак с овощами, ну, и морепродуктами. Никита будет сейчас пробовать лягушку. Ну что, дорогие друзья, настало время, когда я за два месяца путешествовал по Ничангу, ни разу не пробовал лягушек. И в целом-таки, я не знаю, вкусно ли это или невкусно, давайте меньше разговоров, больше дело. Смотрите, здесь вот такие прям лапки, то есть это прямо лягушачьи настоящие лапки, вот, смотрите. И с такими с овощами подается, интересно выглядит. И плюс такой соус, но соус я уже съел. Давайте вам понюхаем, во-первых. Пахнет, кстати, просто шашлыком, куриным, вот честно скажу. Короче, давайте пробовать. А это ты уверен, что это надо палочками и с костями, Никита? Это можно рукой есть. Косточку, как нож куриный ешь, так же и ешь, Никита. Я не знал. Лягушка на вкус чем-то напоминает курицу. Очень нежное мясо, вот. Противно ли это? Да вообще нет. Поэтому, если вдруг вы окажетесь где-нибудь около болотца, слишком голодны, попробуйте поймать лягушку и приготовить. Очень вкусно. Смотрите, вот так это выглядит, блюдо. Ну, кстати, нормально выглядит, ну, там, с овощами потарить. Ну, тебе как вообще? Не противно вообще. Нормально? Да, особенно, говорю, с пивом, когда забиваешь, нормально. Ну, вот так вот это все делает. Блюдо, видите, Никита пробует. Напишите в комментариях под этим видео, попробовали бы вы когда-нибудь лягушку во Вьетнаме или, может быть, где-нибудь в Китая. Или, если вы уже пробовали, пишите, как ваши впечатления. В среднем ужин на двоих обойдется вам в 300 тысяч донг. Ну, это прямо вот если брать в среднем. А так плюс-минус там разбег до 500 и, может быть, 350. Ну, в нашем случае 321 тысяча донг за две позиции плюс одно пиво. Без такса. Дороговато, дороговато. Ну, то есть, примерно, да, понимаете, это вот, если вы питаетесь кафешкой, хотя даже не кафешка, это просто локальная вьетнамская еда, сколько оно примерно все дело будет стоить. В конце видео подытожим, мы расскажем, сколько кому-то пратили за первый месяц и за второй месяц нашего проживания в Ньючанге. И вы, наверное, удивитесь, потому что цена, она, ну, наверное, большая. Дороговато, ну, не знаю, в общем, сделаем выводы позже. Еды много, но мы с Ларисой исключительно любим традиционную национальную еду, поэтому есть вот такой вот аналог, это бан ми, это вьетнамский сэндвич, знаете, с французским багетом. Все это дело стоит, ну, за два сэндвича мы отдаем примерно 125 рублей, а самое главное, что готовят его с любовью. Правильно? Правильно, с любовью. Очень вкусно и недорого. Получается, при вас здесь вот, смотрите, там всякие ингредиенты, вот так вот берут, готовят. Самое главное, что улыбаются, потому что без этого никак, в этом вся заключается любовь. Всякие ингредиенты добавляют. Я обычно заказываю себе барбекю, а Ларе беру с яйцом. Очень вкусно, очень аппетитно. Мы уже на протяжении двух месяцев ходим исключительно сюда и здесь питаемся этой национальной традиционной вьетнамской едой. Бред номер ван. Локацию этого места оставлю в описании. Очень вкусно, а что самое главное, с любовью. Если вдруг вы приезжаете во Вьетнам со своими маленькими-маленькими детишками и не знаете, как же провести свой досуг, как же отдохнуть с детишками, в Ничанге есть супермаркет, гипермаркет Лоте. И здесь на седьмом этаже есть вот такие вот развлекательные центры, развлекательные комнаты. Здесь даже можно своего ребенка-малыша оставить. Если не хотите оставлять, то здесь есть всякие аппараты, куда можно прийти, поиграть со своим ребенком. Вы покупаете, получается, там в кассе билет, который стоит примерно от 5 до 10 долларов в зависимости от количества повторений. И просто играете в автоматы. Можно играть в боулинг, бейсбол, бильярд. Ну, кстати, бильярд здесь тоже есть. Ну и помимо всяких таких игр, здесь есть всякие вот настольные теннисы, настольный футбол, всякие аппараты. В общем, ваши дети, я уверяю вас, ваши дети будут максимально довольны. Ну а где еще? Где вот, допустим, в Индии такого я не видел. На Шри-Ланке тоже. Здесь даже вот можно игрушки в аппарате выиграть. Либо вот прийти всей большой своей дружной семьей, поиграть вот в такие вот интересные настольные игры. Но в моем случае, моим ребенком является моя жена, потому что у нее, ну уж, очень сильный интерес к вот таким вот подобным азартным игрушкам. Очень интересно. Но я скажу вам так, мы с Ларой сколько раз пытались испытать свою удачу, свою судьбу, но ни разу не выиграли. Слабые щипцы, очень слабые. Вот, вон, детки играют, что-то там поднимают без проблем. Вы люди, наверное, азартные, детишки. Но мы с Ларой, знаете, пытались, пытались, и у нас ничего не получилось. Так, кстати, вот это Kids Camp, где вот эти вот шарики. Я посмотрела, вход в 100 тысяч донг. Я не знаю, на какое время, там не написано, не надо узнавать, но 100 тысяч донг, это вообще дешево. 300 рублей, 350 рублей примерно ребенка можно оставить. Я думаю, на полчаса или на час. Помимо, ну, совсем детских развлечений, здесь, оказывается, на этом этаже, седьмом этаже лота, есть еще и боулинг. Вы можете прийти либо с детьми, либо сами, там, с друзьями прийти и поиграть. Час стоит здесь 50 тысяч донг. А вот получается прайс. С 9.30 до 2 часов дня 50 тысяч донг, ну, а последующие часы просто цена увеличивается на 10 тысяч донг. Кстати говоря, боулинг работает до 12 ночи, и с половины десятого вечера до 12 ночи боулинг будет стоить 90 тысяч донг. Это нормальная цена. Кстати, вот здесь не только можно поиграть, классно провести время, а еще покушать. Но сразу предупреждаем, вот если брать европейскую кухню, здесь ее нету, есть какие-то вафли. Но, я думаю, вы знаете, вафли с начинкой. А вот в основном вот такие вот азиатские кафе. И здесь, кстати, удобно, что сразу дается меню. Есть комбо. Вот смотрите по ценам. Есть всякие лапша с морепродуктами, супчики. Вот это вот банвит традиционный. Спринг роллы. Кстати, цены довольно-таки, я бы сказала, дорогие. Цены довольно-таки дорогие, потому что в каких-то, знаете, локальных кафешках все гораздо дешевле. Раза в два. Ну, на то, на торговый центр. Вот смотрите, например, вот такой вот суп. Хотя вот суп столько же примерно и стоит. Лапша дорого, потому что мы такое ели за 60. Так что, я думаю, если поискать меньше, можешь что-то найти вкусное, но цены подороже здесь. Что это? Я не знаю. Что? Я думаю, все, развлечение показали. Я думаю, тема довольно-таки интересная с ценами на продукты. И сейчас мы отправимся в гипермаркет Лотте, в который мы часто ходим закупаться продуктами домой, чтобы что-то приготовить. То есть мы готовим сами, в основном в кафе мы питаемся довольно редко. И знаете, есть такое мнение, что вот есть такой спор, вернее, где же дешевле? Лот или Бенмарте. Вот это как два популярных магазина. Мы были и там, и там, мы до сих пор не поняли, где же выгоднее закупаться. Так что попробуйте, сравните эти два магазина и решить сами для себя, где же выгоднее. Мы сейчас покажем. О, девочки выиграли! Ура, девочки выиграли! Смотрите, игрушку достали, класс! Значит, все-таки реально долго мучается, что-нибудь получится. Почему им повезло, а нам нет? Семь раз на нам не повезло. Они очень долго, смотри, они очень долго стоят, играют. Проигрывают ваши родительские деньги. Ну, я думаю, их отправили, может быть, день рождения, и бюджет не ограничен. В любое время года, при любой погоде тема с едой всегда актуальна. И на наших прямых эфирах и в комментариях вы все время спрашиваете, ребята, а что вы едите, что вы покупаете, может быть, что вы готовите. Поэтому сейчас мы расскажем вам, сколько здесь чё почём примерно стоит в главном, самом большом супермаркете, который называется Лотте. Расположен он в Лотте. В Лотте же это называется, да? Вроде, да. Если вам интересно, сколько мы с Ларой потратили за два месяца жизни в Нячанге, обязательно смотрите это видео до конца, потому что в конце этого видео мы подведём итоги и раскроем все карты. И расскажем, сколько же мы потратили денег за два месяца путешествий по Вьетнаму, а конкретно в жизни Нячанга. 500 грамм филе куриной грудки стоит 46 900 донг. Золото, нефть, платима, всё дорожает точно так же, как и яйца. Десяток яиц в этом магазине стоит 36 000 донг. 300 грамм вот такого вот говяжьего фарша обойдётся вам в 95 000 донг. Полкилограммовый свиной стейк обойдётся вам в 54 000 донг. Моё сердце замерло точно так же, как сердце свиней, которое стоит 60 000 донг за 300 грамм. 500 грамм морковки стоит 24 000 донг. Скажи лук. Лук. По лбу стук. 500 грамм лука стоит 25 000 донг. Молодые огурчики из Далата стоят 17 000 донг. И вот такие вот вкусные помидорки стоят за 500 грамм 29 000 донг. Болгарский перец стоит 16 000 донг за 180 грамм. Килограмм нереально вкусной картошки обойдётся вам в 40 000 донг. В среднем мы с Ларисой, когда приходим в магазин, собираем тележку на 10-12 долларов. Из этого потом готовим. И этой еды нам хватает примерно на 2-3 дня. Ну, примерно цены такие же, как в России. Ну, по крайней мере, на нашем опыте. Что-то дешевле, что-то дороже. Вот такая вот молодая капустка. 500 грамм стоит 22 000 донг. Это очень удобно, что такая маленькая. По размеру из неё вкусный борст получается. И вот здесь вот большой стенд молока. Такая пастеризованная большая упаковка стоит 31 000 донг. 200 грамм вот такой вот вкуснейшей красной рыбы обойдётся вам в 136 000 вьетнамских донг. И огромный стенд с нашим типа дошираком. Это рамен. Очень популярный и во Вьетнаме, и в Корее. Мы иногда покупаем такой. Очень вкусный. Между прочим, 15 000 донг стоит за такую упаковку. Ей можно наесться. Как полноценный приём пищи. Все берут. Особенно корейцы. Несмотря на то, что Вьетнам входит в десятку стран по выращиванию риса, в среднем рис за 5 килограмм обойдётся вам в 231 000 донг. Есть, конечно, немножко полегче 2 килограмма, но это стоит всё дело 93 000 донг. Чтобы вы понимали. Хотя не понимаю, почему. Вроде здесь рис выращивают, но на Ши-Ланке рис гораздо дешевле, чем здесь. И вот такие вот макароны. Пачка 500 грамм стоит 16 000 донг. Вкусные макароны мы берём, готовим. Подводя итоги и концу этого видео, хотелось бы сказать, сколько мы с Ларочкой в итоге потратили денег за 2 месяца жизни, за 2 месяца пребывания в Ничанге. Ну, на самом деле, всё элементарно и просто. Как ни крути, первые месяцы жизни в любой стране Юго-Восточной Азии, да и не только, будут самые дорогие. Поэтому первый месяц жизни в Ничанге нам обошёлся в 150 000 рублей. Это не считая билетов сюда. Второй месяц обошёлся чуть дешевле, в 100 000 рублей. Но тут нужно учитывать очень главный факт, что наш месяц ещё не заканчивается. То есть у нас ещё до конца месяца неделя. Но получается за эти дни, без не считая недели, окончания месяца, мы уже умудрились потратить 100 000 рублей. Это жильё, еда. Байк мы не снимаем. И что касается интернета, у нас с Ларой одна сим-карта на двоих. Мы, потому что пользуемся в основном Wi-Fi, и это дело всё нас выручает. Как бы мобильным интернетом мы особо не пользуемся. То есть считайте сами. Если вы, допустим, семья из трёх человек, которая питается там 3 раза в день. Ну, в нашем случае мы просто с Ларой 2 раза в день питаемся. Да, и мы сами готовим. Сами готовим. Если вы питаетесь в кафешках, то в среднем чек в фубошных будет на двоих от 10 долларов. Но это, знаете, это не сытная еда, потому что я вот лягушками, этими макаронами, там, как называется, рамён, вообще не наелся. Поэтому кошелёк у всех разный. Кошелёк, как говорится, резиновый, не резиновый. Каждый выбирает уровень жизни для себя. Мы с Ларочкой, ну, не то чтобы... Прожили вот на такую сумму. Мы как бы себе в то же время особо-то и не отказывали в чём-либо, но в то же время как бы деньги... Не шоковали. Не шоковали. Поэтому много это или мало, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Мы с Ларочкой сейчас находимся в центре Ничанга. Около Лотоса. Мы здесь часто гуляем. Очень хочется поблагодарить всех наших зрителей, всех наших спонсоров, кто на прямых эфирах очень активно ведёт себя. Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что поддерживаете нас. Спасибо, что наблюдаете за нашей потрясающей жизнью. Следующее видео будет уже из Далата. Мы отправляемся в горы Ничанга, вернее, в горы Вьетнама. А потом мы пройдем ещё несколько городов Вьетнама и уже отправимся в Непал. Будем делать... Покорять горы. Будем покорять горы. Пойдём к Эвересту, к Пятитысячнику. К базовому лагерю. Ну, к базовому лагерю, я имею в виду. 5,5 тысяч метров. Да. Поэтому... Обязательно пишите в комментариях, как вам это видео, было ли полезно. И подписывайтесь к нам в Телеграм-канал. Мы там делимся своей жизнью в прямом эфире, каждый день. Выходим с вами на связь, обсуждаем разные темы. Ну, в целом, там очень интересно и полезно. Ну, а с вами были мы, Богомоловы. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok